Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует. и безумие, и безумие. Когда мы были в Москве, и в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, Продолжение следует... 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 Валерий Леонидович, почему нету премьер-министра? Мы думаем, что это личная министра, это другой вопрос. Эти вопросы, которые поднимаются сегодня по назначениям и увольнениям, были поняты тогда. Мы пришли к согласию, что люди, которые хотят уйти, или люди-адъезды, которые должны уйти, должны написать заявление и уйти в отставку. То, что и произошло, насколько я знаю. Но тогда же мы сказали, для согласия, для мира, для того, чтобы наша задача, как и парламента, так и исполнительной власти, одна и самая главная на сегодняшний момент. Вот сейчас нам надо тихо, в спокойной обстановке провести новые выборы. Для того, чтобы они прошли в такой обстановке, мы говорили, что нужно сделать, прежде всего, не назначать никого, нет такой необходимости для того, чтобы сегодня какие-то новые назначения делать. На это мы и разошлись. Вчера начались назначения, разговоры. Мы опять за это здесь собрались, хотели бы видеть Валерия Ромшуховича. Что произошло? Почему его сегодня нет? По состоянию здоровья ему не помешало сегодня утром сделать назначение. Секретаря Совбеза, насколько я знаю. То есть его состояние здоровья не помешало прийти к нам в парламент, но не помешало сделать назначение сегодня утром, подписать приказ. Сегодняшнее назначение или продавливание там его президента, да, или приход к нему со списками тех, кого надо назначить. Ну такие списки мы, каждый из нас может составить здесь в полной мере и так же к нему прийти. Мы обратимся и к людям. Когда можно людей позвать и спокойно это обсудить. Ну давайте или так, или так, потому что проблемы... Мы сессию проводим. Тут мы не можем по 4 дня найти друг друга. А тут мы друг Суховича, надо было лидером партии, организации. Посмотрите, обсудите этот вопрос и закрыть эту тему. Все. На телевидении у них есть общественный совет, он не сформирован. Может сформировать общественный совет из членов, там, из числа депутатов, из числа политических партий, да, чтобы этот общественный совет находился на телевидении и на момент выборов, чтобы это все, чтобы не было перекосов никаких, да. Мы же за это переживаем, да. То есть и так, и так, и это тоже рассматривается. Давайте, может, мы к этому тоже вернемся. Потому что там мы не можем сейчас убрать все телевидение на защиту. Там нельзя убирать. Да, поэтому... Вся проблема в том, что телевидение все крутит и крутит, что ущербный народ нанес аппарату президента на 300 тысяч рублей. Пусть покрутится 250 миллионов рублей Абхастопа. Пусть покрутится огромные хищения, которые происходили все эти годы. Поэтому я и говорю, давайте общественный... Они постоянно упрекают 300 тысяч рублей на нести ущерб, 300 тысяч на рубле на нести ущерб. Да они халстуки за 300 тысяч рублей покупали. Я абсолютно согласен, поэтому я за то, чтобы они воспользовались. Почитаю проект на... Какой проект? Да дайте нам его, этот проект, почитать. Вообще размножить можно, лучше размножить, наверное. О том, что все группы с Альбомой, с Альбомой, с Альбомой, с Альбомой, с Альбомой, с Альбомой. Уважаемые граждане республики Абхазии. Депутаты на Украине, парламента республики Абхазии. Можно вопрос? А зачем зачитывать? Сейчас СМИ снимет, а мы, может... Да, в данный момент тоже есть. Давайте мы придем к этому, наше заявление. Все увидят, где-то, если проект... Вот, три-четыре варианта у нас есть. Давайте... Вот... Не можем согласовать, но мне кажется, что... Во-первых, я не говорю, он говорит правильно, что... Такой вопрос мы уже не первый раз обсуждаем, и, скорее всего, надо было сделать его рабочим и пригласить премьер-министра. Второе, что мне кажется крайне важным, на протяжении всего предвыборного периода нас будут преследовать этот вопрос. Я говорю, что вы, как пумарно, делаете какие-то фокусы, слушайте, вы можете пригласить, мы вас сто раз попросили, слушайте, мы писать, читать тоже умеем, как и вы тоже. Слушайте, когда вы это ищете, позовите нас тоже, слушайте. Слушайте, я знаю... Омар Коколь, сейчас рабочая группа. Какая рабочая установка? Ура, бежит группа. Это не правило, други. Это не правило. А читайте, что здесь написано. Я не читал, но сейчас рабочая группа. Это чисто провокация в этом документе. И нельзя так подставлять весь парламент, слушайте. Молча сидели, сидели, спокойно разговаривали. Вы вообще читали, что здесь написано? Вы хотите столкнуть дальше? Еще хотите наши страны столкнуть с Российской Федерацией? Прочитайте, что вы здесь написали. Я вас прошу, давайте спокойно, успокоимся и подходить взвешенно ко всем этим вопросам, тем более, когда касается обращения от всего депутатского корпуса. Слишком много здесь сейчас происходит разных таких вот движений в разные стороны. Вы знаете, отчетки вообще говорили. Слушайте, это ваш документ, вы сейчас его хотели зачитать. Вот правильно, вот такой документ накрывать и выкидывать надо. Иначе доведете до страну, до противостояния. И вот это вы там прописали. Все, успокоились, накапливаем. Рабочая группа, все согласились, я не буду участвовать в рабочей группе. И этот проект, документы я не продал. Хорошо, свой можно подгородить. Свой можно, справа, должен быть. Оставьте эти обращения. Хватит уже этими обращениями левыми заниматься. Да, именно левые обращения. Все, давайте, уважаемые коллеги, успокоимся. Да, и не надо вот такие закулисные вещи проводить. Хватит закулисные вещи проводить. И подставлять, и подсовывать такие обращения. Хватит, хватит. Вы слышали, какие сейчас... Ну что, если Валерий Валерий сейчас начитал в конспеке фарламента этот документ. Но мы его не видели пока. Тогда надо говорить, что нельзя такие вещи делать. Да поэтому против того, что... Перед заседанием, раздайте депутата, подожите, расскажите, согласуйте. А не приглашайте... Все открыто было сказано. Сегодня вот здесь мы говорим, что должен выйти документ, который призовет прежде всего к спокойствию. И он должен... Нас собрали уже под этот документ, под это обращение собрали. Я не знаю. Вот так я это вижу. Нет, под это обращение никто не собирал. Это я именно так расскажу. Это чисто провокация здесь. Особные обращения обсуждаются сначала всем к созыву парламента, без... Я эту бумагну... Я эту бумагну... Со странами, кто нас скучиваются. И не показывать его никому. И не показывать его никому. И не показывать. Накануне нас обсканивал человек, который собирает депутата в СССР, и она нам не сказала, о чем пойдет дальше. Да не было речи об этом, я речь была... Но бумага где-то готовилась, и она не родилась просто так, понимаете? Это нас смущает, и это нам не нравится. С первых слов уже начинается провокация в этом документе. С первых слов. Вы говорите о стабилизации только что, а сейчас в этом документе вы уже пишите не о стабилизации, а о разжигании. Дайте кто-нибудь документ. Да, у нас не имеет. Что мы не имеем, если вам? Конечно. Это может проехать. Да уж, дай нам, если можно, показать. Что показать вам? Вот эту бумагу показать. Так это вы сами только что хотели ее озвучить, а меня просите, чтобы... Нет, слушай, это, 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 это... Да порвали уже, бумагу нету. Это надо... Такого один из чьих вариантов. Какому пора в первую сторону? Не надо делать никакого общего заявления. Это не делать. Мы сделаем. Если у нас есть непонимание того, что мы должны сделать, тогда давайте сделаем. Но придем к чему-то одному. Если он считает, что надо назначить того или иного, это его право. Это исполнительный ответ власти. К сожалению, мы не принимаем в этом участие. Назначение секретарства безопасности, начальника ДСО не принимается. Если это принято решение, если это решение принято под давление, пускай он официально об этом заявит. Пускай он скажет, заявит, скажет, что происходит, и тогда мы будем уже реагировать на это. Здесь его нет, мы его здесь не видим, это все слухи. Да, пусть домой идет. Что это такое? Утром кулуар на подписку, а потом болеет он. Тогда, если не может устоять под натиском, пишет заявление и идет домой. Что это такое? Мы так можем очень далеко зайти, и будут серьезные проблемы. Нет, никто не давит его. Слушайте, парламент, вчера мы говорили, стабилизировал ситуацию. Он принял все, что от него зависело в дни кризиса. Депутаты парламента находились здесь. Зачем излишнее обращение? Мне кажется, подобного рода обращения мы прочитали текст, не хотим цитировать. Они будут, наоборот, накалять ситуацию в республике. И слава Богу, что мы не дали Багиму врача.